Я не знаю, что это за плен А, Golden Globe Это то, чего отсыхают верхушки, как всегда Внес нотку позитива, Витя, как всегда Нет, просто видишь Кстати, там же еще и его есть, Свердловский Они еще не все проданы 200-граммовое дерево Ты в Казах оттуда снимаешь Когда дотащишь 200-граммовое дерево Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф Сегодня у нас репортаж из садового центра Европлант И с нами сегодня наш любимый постоянный эксперт Дендролог и ландшафтный дизайнер Виктор Тропченко Здравствуй, Витя Здравствуй, Андрей Здравствуйте, уважаемые зрители В данный момент мы поговорим о кленах Тут приехало 4 новых Или даже не очень новых, но по крайней мере интересных Вида клена Один из них это вот этот Вид из центрального Китая Клен Цинлинский Ацер Цинлингензе Мы это напишем, потому что выговорить это слово Невозможно Да Это дерево среднего размера Которое отсутствует, как я понимаю, даже в коллекции Санкт-Петербургского ботанического сада Но по опыту выращивания в Европе и Северной Америке Он достаточно зимостоек То есть сейчас все коллекционеры должны заволноваться Потому что этого клена нет на Северо-Западе Да, его нет на Северо-Западе У него очень интересный цвет распускающейся листвы Дальше это небольшие листья, похожие на листья клена астролистного нашего обычного вида И осенняя окраска желто-красная Второй клен Это клен маньчжурский Который, наверное, на клен меньше всего похож Потому что у него листья В общем-то похожи на все, что угодно, кроме привычного нам клена Ну вот у него красные черешки такие Да, он нарядный Осенняя окраска листа красная Это вид, который заходит на наш Дальний Восток И он не является какой-то потрясающей редкостью коллекционеров Но я не думаю, что его легко можно купить Потому что его практически не выращивают наши питомники И если вы хотите приобрести интересный, необычный, красивый, некрупный клен То я думаю, что это хороший вариант для вашего сада То есть он не будет огромным деревом? Метров 6 8 Но это очень большой клен Как от 4 до 8 метров Но в принципе, понятно, что Для клена это, да, как бы скромный размер Для привычного нам клена Потому что у нас есть в культуре клен татарский Клен привычный, он же клен генала Который, среди прочего, тоже не очень крупное дерево Кстати, клен татарский у нас где-то там Потом мы подойдем к нему, тоже покажем И еще два вида клена Один из них, это достаточно известный клен зеленокорый У которого Андрей? Да У которого достаточно красивый цвет коры Зеленый, с белыми прожилками Это дерево достигает высоты Но я думаю, что тоже в пределах 6-8 метров Мы снимали этот клен в саду Ирины Макаровой Он у нее сформирован шариком Очень красивый У него очень красивая кора Крупные такие у него листья Более крупные, чем здесь Они, наверное, раза в 3 Да, они будут крупнее Просто он еще здоровее Молодец И не крупное растение И еще один вид клена Который здесь тоже есть Который тоже есть в коллекции Ботсада Но он практически не продается И не выращивается питомниками Это клен укурунский Или, как правило по-русски Его называют клен желтый Это один из красиво цветущих видов клена Здесь он, к сожалению, не цветет Но у него довольно симпатичные Свечки желто-зеленых цветов Ух ты Да, мы фотографии вставим И тоже такие у него Молодые побеги Это не крупное дерево 4-6 метров Да, красноватые побеги Это не крупное дерево 4-6 метров То есть, в принципе, хороший вариант Для небольшого дерева Осенняя краска у него не очень яркая Обычный желтый лист Кстати, и у клена зеленокорого тоже Желтый Листья становятся бледно-желтого Такого лимонного, приятного цвета Но не дают красной окраски А предыдущих? Всегда интересно Ведь клен, как правило, любят за изменения За осеннюю окраску Ну, осенняя окраска Это всегда без гарантии Потому что почти всегда Это очень сильно зависит от условий конкретного места Возраста дерева От того, какое было лето Если оно было жаркое, сухое И были большие перепады температуры осени Но осень при этом теплая И дерево получило достаточно стресса Тогда да, тогда листья окрашиваются ярче А если наша типичная мокрая болотистая осень Может ничего и не произойти То есть, какой-то четкой гарантии Акционная такая Да, я вот Я всегда очень осторожно говорю людям Своим заказчикам Своим знакомым По поводу осенней окраски Потому что Вот нельзя сказать Что вот это дерево обязательно будет таким Оно скорее всего будет таким Но опять же Это вероятность процентов 70 Может быть 90 Но оно не всегда будет таким Будем честными Вот скажи Вот большой Голден Глоб Уже сформирован на штамбе В виде шарика Вот от него у меня Оторвались во время разгрузки веточки Напоминаю У нас сегодня пришла машина Практически Все растения О которых мы рассказываем Еще только Еще с дороги не оклемались Еще пока что Немножечко грязненькие Местами поломанные Но это дорога Вот это вот дерево Я смотрел Оно изначально имеет Такую вот Интересную окраску На молодых листьях И Голден Глоб Он потому что будет желтый Или потому что он Молодой еще такой Я думаю что он молодой Желтый Я думаю что Я скажу честно Я об этом сорте мало знаю Потому что Клены шаровидной формой Крона Я не очень люблю Они практически всегда дурят Там есть разные причины Но почти всегда Они либо Цепляют грибковые заболевания Либо Происходят какие-то Другие причины Усухания крона Есть несколько теорий На этот счет Одна из теорий гласит Что их могут прививать На незимостойкие подвои Но я думаю что это не тот случай Вторая теория При прививке Чтобы сразу получить дерево Которое Визуально плотное Насыщенное И так далее Чтобы это просто был Вариант для продажи Довольно много делается Прививок в одну точку Или рядом И поэтому Не хватает просто Корневого питания И часть усыхает И соответственно Ослабевает И она ослабевает И за счет этого На них нападают Всякие грибы Но я обратил внимание Что вот именно Этот клен И вот сосед его Они привиты Сделаны достаточно аккуратно Там не сделано Много прививок В одну точку Скорее всего Это просто действительно Привито Я сейчас не могу Найти сходу прививку Возможно Она здесь В общем надо поискать То есть здесь нет Такой дикой плотности Но все равно После посадки Я бы часть веток убрал Я бы прорядил крону Потому что Да, наверное Может быть Это да В принципе Если это сделано Действительно здесь То это хорошо То здесь То есть это значит Что для привита Одна ветка В дальнейшем Она формируется И конечно Крону нужно сделать Не очень плотной Потому что иначе Она Да, она потеряет Вот этой своей декоративности То есть вот это вот Облик чупа-чупса Исчезнет Но при этом Она будет себя Лучше чувствовать И я Насколько я понимаю Этот сорт клена Потом станет Цвета шартреза Как видно по более старым листьям То есть он будет желто-зеленый Если вы знаете сорт Принстон Голд То я думаю Что вы представляете себе Приблизительно Как он будет выводить То есть молодая Принстон Голд Покажем Да, молодая листва Ярко-желтая С красноватым даже отливом Потом она становится Желто-зеленого цвета И более светлой окраски Чем наш видовой клен Если вас интересуют Вообще Клены Которые растут в Санкт-Петербурге Вот есть прекрасная книга Которая написана Сотрудниками Ботанического сада Ботанического института Геннадием Афанасьевичем Фирсовым И Александр Иволчанской А здесь Александр Иволчанская Постоянный эксперт нашего канала Наши зрители его хорошо знают Это практически уже Библиографическая редкость Ее можно приобрести Только в ботсаду Здесь есть план Здесь есть описание видов клена Которые выращиваются В нашем ботсаду И если вы действительно Интересуетесь этими деревьями Можете понять то Что у нас достаточно устойчиво Из этой серии Есть еще рябина Есть береза И купить ее К сожалению Можно только в ботсаду И тираж уже заканчивается Поэтому если вам это интересно Но мы всегда агентируем Наших зрителей Посещать наш Бинран То Минутка рекламы Хотя нет Это не реклама Конечно Это просто дань уважения Людям Которые делают Большую работу И интродукционную И популяризаторскую Спасибо за внимание Пойдем Расскажем Про Вот эти вот Здоровые Высощенные Билды Про эту гадость Про эту гадость Ты надеюсь Это записал Запишите Вставь это пожалуйста Витя Прошу Про пестролистный Или варегатный Да Я хотел бы еще раз Отметить По поводу высоты штамба Этих сортов Клена И кринсом центри И пестролистный Друманди Клен Друманди Тоже лет 20 назад По словам Юрия Борисовича Марковского Довольно плохо себя чувствовал В нашем климате Потому что он просто Подмерзал Но климат смягчился И теперь он нормально живет Это красивый клен С красивой белой каймой Издалека он выглядит Когда на него смотришь Не вблизи Когда не видишь деталей Он кажется таким Светло-зеленым В принципе Чем-то он оказывается Похожим на Принстон Голд Вот такой вот Светло-зеленый цвет Вблизи конечно Это кайма видна Которая становится Белого цвета Иногда к осени В жаркое сухое лето Она немножко подгорает То есть Край листа становится Коричневатым Опять же это видно Вблизи Ну это частая болезнь Врегатных форм Да Особенно Она более У хвойных Они часто повреждаются Грибами Сохнут Мерзнут И так далее У лиственных Листопадных Они летом Немножко повреждаются У него есть Еще одна небольшая проблема У него периодически Образуются побеги С нормальным Зеленым листом И вот эти побеги Надо вырезать Вот эти вот Реверсные Так называемые Побеги Если не убирать То рано или поздно Их станет больше Чем пестрых И клен пестролистный Превратится в клен обычный Расхимеривание Происходит Да, я думаю Что да Действительно Здесь Скорее всего Химера То есть Ну в общем Пестролистный Клетки с разным Генотипом Сажаем мы В какой-нибудь Тени Где нет Балящего солнца Чтобы Скажем так Может быть Ну как его Посадишь в полутень Если это дерево Первой величины В перспективе Он может достигать Десяткой больше метров Пока он маленький Да Но когда он большой Конечно из него И лишние побеги Уже вырезать Это Будет очень большой Ну это клен Клен астролистный И тот клен астролистный Один из-за того Что у него Меньше площадь Листа Фотосинтезирующая часть Листа Меньше чем у видового У другого Довольно много Антоцианов Красного пигмента Который маскирует Немного хлорофил Но у меня был Личный опыт У меня был личный опыт С кленом Принстон Голд Который Желто-зеленый Соответственно У него тоже Меньше хлорофила Но это не останавливало Его от того Что выращивать побеги По метру полтора за год Как у обычного Видового клена Честно скажу Мне не очень нравятся Краснолистные клены В дизайне Они слишком темные Это такой провал В чем-то это провал Хотя их очень любят заказчики Потому что Это действительно бросается в глаза И даже на площадке видно Как это сразу видно издалека Если очень хочется Что-то с красным листом С пурпурным листом На мой взгляд Я честно предпочитаю Сажать яблони Потому что у них Больше сезонной динамики И сезонная декоративность У них продлевается Фактически на зиму Учитывая, что яблочки висят До весны часто Вот Но Здесь есть разные варианты Вот здесь, например Вариант практически без штампа То есть штамп Это то место Где будут Подержи, пожалуйста Обрублены боковые ветки То есть Эта форма Можно Она будет В общем-то Относить Зеленая Пурпурная С самого низа До верха А вот там Те деревья Которые мы сняли Чуть раньше У них как раз Нижние ветки Все обрезаны До какой-то Определенной высоты И сделан штамп На высоту Человеческого роста Какая еще Есть проблема У этого клена Кроме того Что в суровые зимы Он может подмерзать Они могут подмерзать Это, конечно Мучнистая роса Где-то С широты Ну, наверное Красного села Каждый год На них нападает Мучнистая роса Прекрасные Белые крапинки На листьях Которые очень хорошо Видны С августа Поэтому их нужно обрабатывать Фунгицидом Ну, когда это дерево Допустим, ростом Вот как здесь Метра два с половиной Или как там метра Ну, не больше четырех Это возможно А когда это дерево У вас вырастает Большим совсем Это становится Довольно сложным Но при этом, конечно Если это дерево Заднего плана То будут эти белые крапинки И пусть будут Ничего страшного В принципе, они и на наших Обычных кленах Везде есть Они есть Они есть Просто они не столь сильно Бросаются в глаза И здесь я вижу еще один какой-то сорт С зеленым листом С зеленым листом Давай сейчас я залезу К Друманди, который пестролистный Мы вернемся позже Пестролистный здесь тоже есть У нас рядышком А это у нас Клен астролистный Глобозум Да? Да, между прочим Это глобозум И он намертво привязан к забору Я его не могу сюда подвинуть Давай мы чуть-чуть дальше пройдем И А пестролистный Вот там еще один есть Смотри Глобозум Ну все, наверное, знают Чупа-чупсы Из глобозума Да А вот теперь Покажите, пожалуйста, его крупно Это, конечно Вообще что-то Невообразимое Но на самом деле Это хорошая возможность Сформировать тот глобозум Который вам нужен Вот Я вижу Здесь получается годовой прирост Два годовых прироста И вот на третий год То есть первый год Они дали короткие ростки Это видно После прививки Их обрезали, да Да, потом они просто Им дали вырасти И, видимо, третий год Их должны были обрезать уже Но Их успели приобрести И привезти к нам Чтобы вы их могли обрезать Вы ровно так, как вам надо Я бы, наверное, в этой ситуации Убрал бы, наверное Ну не больше половины Длины побега И, конечно, в дальнейшем Надо будет немножко следить за ним Но здесь хорошая плотность побегов Она не очень высокая Поэтому Проблемы отмирания Части кроны Здесь можно избежать То есть это хорошие экземпляры Действительно Но они требуют небольшой работы Но с другой стороны Сделай сам клюм на палочке Согласен, да Это интересный вариант Мне кажется, что самим что-то обрезать Чем бы все чаще приходит Потому что если все пострижено в шарике Нет, просто если вы купите шарик Вам из этого шарика Все равно придется убирать пару веток И это будет сделать необходимо Вот еще один клен, между прочим Нежно любимый клен Есенелистный Ацернигунда Который считается инвазивным видом И в Петербурге он, правда, ведет себя Намного приличнее, чем в средней полосе России В Москве И здесь форма его Сорт Винтер Винтер Да, Винтер Лайтнинг Винтер Лайтнинг Зимняя молния Слушай, он красивый, смотри, какой желтый У него яркие, да У него яркие желто-зеленые побеги Причем, я думаю, молодые должны быть ярче И его можно стричь Единственное, что сорта клена Есенелистного В принципе Вот знаменитый фламинго Он достаточно сильно мерз Как он вести себя будет сейчас Когда зимы стали мягче Я не знаю Но я думаю, что это можно попробовать Потому что клен есенелистный Ауре В ботаническом саду В парке ботанического сада В ботаническом институте Он реально громадный Он большое дерево Метров 10-15 высотой Которое себя там прекрасно чувствует Это клен астролистный Сорт Принстон Голд Весной У него совершенно потрясающая Вот безумно яркая окраска Такая даже, я бы сказал Вырви глаз желтая Флоресцентно желтая Со временем Листья у него становятся Светло-зеленого цвета Светлее, чем у нашего Обычного клена астролистного Но молодые побеги Которые появляются В принципе до августа До середины августа Они сохраняют Вот эту вот яркую окраску Он на самом деле Очень нарядный Очень красивый И вот сейчас Особенно хорошо это видно На фоне темного Петербургского неба Которое здесь часто бывает серым Это выглядит всегда Очень выигрышно Я, признаться, люблю Форму с желто-зеленой окраской В саду Намного больше, чем формы С пурпурной окраской Как вот соседний клен С красным листом И вероятно подмерз Посмотрим Да, здесь морозобоина Здесь видна морозобоина Вот я подойду к нему Вот здесь явно было Какое-то последствие Но оно уже зарастает Может быть он подмерз Может быть он с самого начала Был не очень благополучный экземпляр Ведь, как правило То, что остается Выбирается лучше Всегда есть экземпляры разные Ну, он в принципе растет Но, конечно Вершина у него отсытает Вот, да При всей любви к краснолистным кленам К сожалению, они часто дурят Кроме, пожалуй, вот этого простейшей формы Шведлера Да Которая Самая старая И которая наименее насыщенная Но, может быть, поэтому Они у нас, я честно говоря Не видел по-настоящему Крупных экземпляров То есть, вот Если вот этот вот Краснолистный старый Сорт клена Он в парке Ботанического института Был действительно гигантский В Ботаническом саду Он был По-моему, до начала 2000-х Очень большой, крупный экземпляр Размером нормальный клен астролистный Ну, ботанический, а ты же понимаешь Это городская, да Я видел их Я недавно вот этот клен Обнаружил неподалеку от своего дома На академической Это называется Проехал мимо не на машине А прошел пешком И посмотрел в окрестность И он метров 10-15 уже тоже А вот эти ребята Все-таки покапризнее Любит Ну, у него, смотри, да Мне больше нравится Он не такой темный Да, да, да Возможно Ну, здесь у нас где юг Юг, похоже, там Нет, там должен быть север Юг у нас должен быть вот там У нас сплошной север Пойдем, я хотел, чтобы ты Немножечко пару слов Сказал про клен татарский Да, давай Клен татарский, о котором мы говорили чуть раньше Это кустовая форма клена С мелким листом То есть он никогда не был Кустовая Нет, конечно, это не форма Вид клена, который растет в виде большого куста Или небольшого дерева У него Некрупные листья У него хорошая осенняя краска Есть даже отборы Сорта, которые отбирались по цвету крылаток То есть по цвету семян Которые действительно ядреного красного цвета Очень яркого, очень насыщенного У них много-много носиков он дает Клен, да? Они такими гроздьями Да, ну это в принципе Да, да, да У них такие большие соцветия И соплодие И соответственно много плодов Много семянок И он компактный, красивый, яркий И достаточно устойчивый И главное, он не будет 10 метров У него какой предел высоты У этого клена? По своему опыту Ну мне кажется, что 6-8 метров Он может вытянуть достаточно легко С возрастом Просто понятно, что это дерево Которому будет 20-30 лет Ну и опять же таки Его можно стричь Да, его можно стричь Его можно сажать в изгородь Высокую и узкую изгородь Как многие деревья У него вот ветвления Начинаются прямо практически От корневой шейки Ну здесь его просто так сформировали Да, думаю Поэтому его можно стричь Ну может быть, конечно Не в топиарные формы Но в какие-то вполне пригодные Крупные топиарные формы В духе шара Или что-либо подобного Я думаю, из него возможно Листик тоже не разрезается Поскольку он мелкий достаточно Ну они будут разрезаться Просто это будет не настолько критично Мне кажется Хотя, конечно, чем меньше лист Тем лучше выглядит стриженная форма То есть вот Собственно говоря, поэтому Тот же кизильник Оказывается более подходящим Чем, скажем, пузыреплодник Ладно, давай, Витя Я предлагаю пока о кленах закончить Я думаю, что мы к ним еще вернемся Потому что очень хотелось бы показать Клен ложно-зибольда Или ложно-платановидный Ложно-зибольдов Вот они очень красивые Интересные Их пока на площадке нету Да Мне кажется, что о них Надо будет обязательно Нам отдельно поговорить Да Поэтому на сегодня Спасибо большое за внимание О кленах Все Да Спасибо, смотрите канал Европлант С вами был Виктор Тропченко Ландшафтный дизайнер И дендролог И постоянный эксперт нашего канала Всего доброго Спасибо, всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...